Дорогие друзья, добрый день! У нас прямой эфир, в гостях у нас мой старый давнишний приятель, товарищ, друг, трейдер, Федор Чичков. Федя, здравствуй! Добрый день всем! У нас очень часто люди спрашивают побольше Граля, то есть люди все время думают, что Граля в системах, знаешь, заложены там системы, куча систем. Поэтому я сегодня попробую тебя помучать, именно чтобы ты рассказал побольше именно о системном трейдинге. Ну, изначально расскажи, из какой глухой деревни ты к нам приехал, чтобы люди, которые нас слушают, понимали, что у нас приходят хорошие трейдеры. Ты живешь же с трейдинга только, только с трейдинга, никаких других доходов у тебя ничего нет. У меня есть еще какие-то небольшие доходы и проекты, в которых я участвую. Ну, практически все с трейдинга. Ну, в основном, да. Да, вот расскажи о себе немножко, когда приехал в Москву, откуда, чем занимался. Слушай, я прям как будто на работу устраиваюсь. Не дай бог. Я родился, это бишь, мой родной город, это Ангарск, это Иркутская область. Если кто не знает, это замечательное озеро, есть такой Байкал. Вот где-то в этих окрестностях я родился и вырос. В Москву я приехал в 2001 году. И по сей день здесь вот работаю. А изначально ты ехал в Москву в 2001 году с какими целями? Ты знаешь, вот на самом-то теле основная цель была как раз-таки заниматься трейдингом. То есть ты 10, 11, 12 лет назад уже знал, что ты хочешь заниматься трейдингом? Больше, да. Больше. Я когда учился в институте, меня это тянуло, рынок ценных бумаг. Я представлял себе, что я трейдер. И ты знаешь, по-другому я просто не видел себя. Когда я приехал в Москву, получилось так, что у меня не было опыта, и, соответственно, приезжий парень, да, и как-то надо было устраиваться. Поэтому я, честно говоря, занимался абсолютно не трейдингом, а там, где могли меня просто взять на работу. Где ты мог просто деньги зарабатывать? Да, совершенно верно, для того, чтобы просто существовать. Как-то встать уже на ноги немного. Как только я почувствовал за собой какую-то уже уверенность, я имею в виду материальную, я уже начал пробовать свои силы. И с 2004 года я уже начал активно заниматься своим личным счетом. На тот момент уже у меня были небольшие скопления. Ты знаешь, я как раз-таки вот начинал не с активного трейдинга, а это было такое больше портфельное инвестирование. Хотя на тот момент я уже неплохо зарабатывал этим делом. Но тогда, надо признать, время было очень золотое для российского рынка. Я занимался только российским рынком, это были только акции, никаких фьючерсов. Я даже не знал, что такое фьючерсы. У меня была определенная своя система. Какая? Можешь сейчас рассказать? Люди больше хотят слышать системы, цифры и все остальное, потому что когда мы говорим, что надо риск-менеджмент, money-менеджмент, никому неинтересно оказывается. Согласен, да, согласен. Нет, я с тобой не соглашусь, потому что я считаю, что наоборот, система, money-менеджмент и риск-менеджмент – это основные составляющие. Но люди, которые, когда нас слушают, они говорят, они льют воду, ни о чем разговаривают, о каком-то риск-менеджменте, где выставляется стоп, и расскажите нам систему. Вот расскажи именно о системе. Ну смотри, у меня была рискованная часть, часть среднестрочная, такая более-менее консервативная. Вот эти две части, которыми я сам управлял. И третья часть у меня была, это я использовал паевые институционные фонды. То есть я некоторую часть доверял другим управляющим. Соответственно, за первыми двумя частями портфеля я активно следил, делал какие-либо аркировки в портфеле. Но как тогда я говорил, рынок тогда просто рост как на дрожжах и любые просадки. Не то, чтобы я их пересиживал, у меня просто была такая модель, я объясню, я думаю, что начинающим как раз-таки это будет очень интересно и более того, очень полезно это будет. Это правило называется правило универсального инвестирования. То есть ты с каждого своего дохода, каждый месяц, допустим, 10%, ты сам выделяешь какой-то, да, вот мне это было 10-15%. Я инвестировал в рынок. То есть изначально я знал, какие у меня бумаги были в портфеле, я их выбирал, это в основном были недооцененные дивидендные бумаги. На российском рынке их… Это второй эшелон имеется в виду? Не, на самом деле это был как раз-таки первый, второй эшелон. То есть, ну, тогда это было получше с ликвидностью, поэтому там можно было и второй эшелон, как за первый принимать. Вот, и, соответственно, я выбирал эти бумаги и следил за ними, мониторил их, изучал их бизнес и вкладывался в них. И каждый месяц у меня была такая инвестиция. Ты знаешь, это очень удобно, потому что, когда рынок падал, соответственно, я покупал больше акций. Когда рынок рост, соответственно, мой портфель стоил дороже, да. То есть, я всегда был рад своему успеху. И, как мы уже сказали, рынок, как раз этот период только рос в России. Вот, в 2008 году я, не совру, учетверил свой портфель. Вот, и в этот момент как раз-таки мне захотелось уже… Я почувствовал… Побольше? Да, я уже так хорошо, видимо, разбираюсь в рынке. Я нашел, видимо, граали. Я решил сделать следующую ступень в своем развитии. Меня заинтересовали тогда уже фьючерсные рынки. Я закрыл все свои инвестиционные портфели, полностью погасил. Как сейчас это оказалось, я закрыл их на хаях рынка. Это был примерно конец апреля, май месяц. 2008. 2008 года. А что тебя подтолкнуло? Я просто хотел уходить уже в более активный трейдинг, понимаешь? То есть я уже постепенно переходил, и трейдинг уже становился моей только этой профессией. То есть тебя, в принципе, спасло его величество случаев? Да, можно так сказать, да. Ко мне приходили разные люди. На тот момент, надо сказать, я вел клиентов, работал в крупном очень банке инвестиционном. И ко мне приходили клиенты, так или иначе, как-то спрашивали, почему я сам не занимаюсь управлением активами. Тут же вот такие есть колебания рынка, почему я не могу продавать, покупать. Знаешь, я действительно сам сел как-то и задумался, почему бы нет, есть колебания рынка, почему бы мне внутри каждого дня не ловить эти колебания. Тем более у меня уже сумма была такая, ты знаешь, я чувствовал эти деньги свои, то есть на счете я реально мог трогать эти деньги. И я сделал такой шаг и перешел на фьючерсы. Как говорится, знаешь, у всех начало одинаковое. Если ты спросишь, как начиналось, то, соответственно, конец у всех, видимо, разный. Начало было абсолютно так. Конец у большинства тоже. У большинства, да. Так вот, ты знаешь, я тогда поставил просто all in. То есть все свои деньги, которые только у меня были, я поставил на все. Наверное, из-за того, что я просто не разбирался во фьючерсах. Я читал книги, естественно, пытаясь разобраться в эти спецификации фьючерсного контракта. Но до меня никак не доходило, потому что я настолько привык работать с акциями. Плюс дивиденды. Да, и тут я подумал, ну ладно, я вот как-то куплю, зайду в сделку и, наверное, сразу разберусь. Ну, в этом я был прав абсолютно, да. То есть к вечеру я уже, как только ко мне пришла первая, сейчас уже не помню, пришла или ушла в ариционная маржа. Я уже тогда хорошо понял, как работает фьючерс, как он считается. Фьючерс, кстати, это был индекс РТС. Вот тогда у нас с ним началась, можно сказать, любовь. Через месяц я, ты знаешь, я потерял процентов 70, наверное, своего счета. Для меня это... Вот это то, что ты собирал годами? То, что я 4 года, да, то, что я собирал, действительно, по крупицам это все, и все это росло. Все это ушло просто за месяц. И учитывая, что ты смог пережить кризис беспроблемно? Ну, в общем, да. Кризис, знаешь, я его просто не видел, этого кризиса. У меня был свой кризис, потому что я даже помню, я взял отпуск две недели, чтобы посвятить полностью себя в трейдинге. Я представлял, что вот я сяду у клавиатуры, буду смотреть в монету, я буду нажимать на клавиши buy, sell, buy, sell. И чем больше я нажимаю на эти клавиши, тем, наверное, я буду становиться успешнее. Ну, шло прямо обратно все пропорционально, да, и вот. Меня, ты знаешь, на самом деле я тогда почувствовал себя, я бы всем, кто сейчас только в начале этого пути, порекомендовал бы быть очень осторожным, потому что вот эта грань, где люди говорят, что это казино, вот я ее немного прочувствовал, потому что я реально себя начал чувствовать уже зависимым настолько от трейдинга. Даже это не трейдинг, я бы сказал, а от каких-то ставок, да. То есть я делал просто черное-белое, черное-белое ставил и, в общем-то... То есть никакого логического конца не было? Абсолютно, да. То есть я уже потерялся, я не понимал, как мне быть дальше и вообще, как можно тут зарабатывать. Естественно, там уже систем никаких абсолютно не было, я там каждый день я менял систему, пробовал и то, и другое, и так далее. Меня спас, на самом деле, мой друг, он уже понял, что я где-то уже далеко куда-то ушел, не туда. Он просто сел со мной, поговорил и, можно сказать, вытянул меня. Я закрыл все счета и взял такую паузу. Ну, пауза, как ты видишь, оказалась недолгая. Меня охватило на полгода. Ну, полгода это немало. За эти полгода я много осознал, абсолютно много осознал. Но когда я уже вернулся на рынок, поверь мне, я уже вернулся совершенно в другой оболочке, совершенно с другой головой и с другим подходом. У меня уже была более-менее система, которую я все это время ходил, продумывал, вынашивал, да, чисто теоретически. Затем я начал ее практически пробовать. Там я уже начал знакомиться, что такое риск менеджмент, мани менеджмент, управление капиталом, имеется в виду. Вот. И здесь я начал уже работать с крупными капиталами. Вот как раз это самая интересная часть, составляющая будет. Мы как раз о ней во второй 12 минутке поговорим. Дорогие друзья, у нас в гостях, как вы видите, очень интересный гость. Успел за первые 15 минут очень много рассказать. У нас прямой эфир. Это охота на Герчика. Телефон 6 5 10 9 9 и 6. У нас в гостях Федор Чешков. Давайте немножко поактивнее. Сегодня понедельник 13. Для многих это, как всегда, хороший день, ведь для рынка немножко не очень. У нас прямой эфир. Звоните, задавайте вопросы. А сейчас перерыв на новости. Дорогие друзья, прямой эфир. Здравствуйте еще раз. 6 5 10 9 9 и 6. Интересный гость. Федор Чешков. Федя еще раз здравствуй. Добрый день всем. Ты заикнулся в первой части, так как эта тема как бы очень волнительная для всех, потому что, в принципе, 95% людей, которые торгуют, капитал очень маленький, там 100 тысяч рублей, 150 тысяч рублей. Вот как у тебя именно складывалось, как ты пришел к тому, что так получилось, что ты начал заниматься именно крупным капиталом? Слушай, ну здесь опять-таки был случай, просто как обычно это бывает. На тот момент я уже, как я сказал, имел свой опыт по пониманию, причем неплохое понимание рынка, как мне тогда казалось. Потому что, знаешь, здесь такой процесс бесконечно, да, и ты постоянно развиваешься и познаешь. Всегда. Все новое, но здесь нельзя остановиться, как-то искать, что я теперь понял, да, и все. Ну, по крайней мере, на тот момент я уже гораздо больше понимал, чем я понимал в первый день, да, это логично. И один мой клиент, я пришел к одному клиенту, своему знакомому, предложил, что мы, может быть, могли бы попробовать с какой-то небольшой суммы. Он удивился, сказал, зачем пробовать, давай попробуем с нормальной суммой, да. Вот, кстати, была моя ошибка, я должен, наверное, вот это сыграло какую-то ту же роль, да. Жадность. Ну, алчности, я бы сказал, жадности, да. Я, естественно, когда, знаешь, к тебе в руки идут деньги, ты как-то отказываешься. Тем более человек как бы сам предложил. Ну, да, да, то есть моего никакого злого умысла не было. Я искренне верил, что, ну, ради бога, я уже, в принципе, готов к большим деньгам. Вот. Ну, сколько сумма была, если не секрет? Не секрет, это было 70 миллионов рублей. Ну, это немало, 2,3 миллиона долларов. Ну, после, да, моих, там, депозита, там, около миллиона, наверное, да. 2,3 миллиона долларов, это очень крупная сумма. Да, согласен, да. Вот. Я не могу сказать, что я тогда, знаешь, там как-то у меня деньги скружило голову. Наоборот, я очень старался сосредоточиться. Я понимал, что, возможно, мои компетенции сейчас, да, текущие, на тот момент, они не совсем подходят. Поэтому я обратился к своему товарищу, который уже имел очень большой опыт, ну, скажем, больший опыт, чем я, да, на рынке, и который уже этим занимался достаточно давно. Вот я к нему обратился за помощью, он мне сказал, да, давай, я буду помогать тебе, и вот так-то это началось, собственно. Вот с этим клиентом мы до сих пор работаем, слава богу, а вот тот друг, который мне помогал, в последующем я перешел к нему уже работать, и мы с ним организовали небольшой хедж-фонд, и вот мы с ним работали, у нас было все замечательно, и большой я там получил опыт работы, ты знаешь. Ты начал рассказывать об опыте, когда этот клиент, когда этот клиент, я тебе предложил, чтобы сумма денег, которую он тебе дал, была не маленькая, а сразу большой. Вот 70 миллионов рублей, потому что ты понимаешь, что люди, которые нас слушают, да, там, очень ограниченного количества людей, вообще есть даже такие клиенты. Это очень крупный клиент, ты находишься в индустрии, да, и индивидуальный клиент дает, в принципе, такие деньги, 7 миллионов, крупный клиент. Ты знаешь, на тот момент у нас были неплохие результаты, потому что мы взяли дивиденды, акции получили дивидендов, вот, но потом мы попали на первый кризис европейский, Греция, это май был 2011 года, и тогда вот начался такой кризис, ой, 10-й, 10-й, 2010-й год, до мая 2010-го года, вот тогда я помню, был черный четверг, если помнишь на СНП, вот, то есть мы так немного там попали, конечно. Ну, это 11-й, по-моему, это 11-й год. Ты знаешь, это 11-й год? Да, не 10-й, 11-й, мая месяц, мая 11-го. Окей, ну, окей, и тогда, тогда просто, нет, ты знаешь, ну, неважно, да, просто там было два кризиса. Ну, не имеет значения. Да, вот, тогда, ну, так как это были такие портфельные инвестиции, поэтому мы просто удерживали эти позиции, и в конце концов они выросли летом, мы все удачно закрыли, то есть, слава богу, все здесь было нормально. Ну, в моменте было плохо. В моменте было очень тяжело, ты знаешь, там были такие, то есть, там же падало все, абсолютно все, не было никаких незащитных активов, или там даже приблизительно даже защитных ничего не было вещей. Поэтому падало все, продавать было бессмысленно, а покупать уже было не на что. Знаешь, вот такая парадоксальная ситуация была, поэтому оставалось только одно в таком подходе, в такой стратегии, я имею в виду, при инвестировании. Это просто удерживать позицию, и все. Ну, вы тогда в плечах сидели или нет? Нет, плечей у нас тогда не было, слава богу. И это тоже спасло очень сильно, потому что эмоциональность, наверное, это прибавило бы наличных, и, возможно, я начал бы сокращать или еще что-то, сейчас уже сложно тогда. Ну, по крайней мере, эта ситуация на рынке, она опять-таки мне дала очень большой опыт, и в последующем я уже вот так вот просто удерживать позицию, сейчас я так уже не делаю, да. То есть сейчас я больше торгую уже от таких, от точек, от уровней и от зоны перепроданности и перекупленности всего уже рынка. То есть если говорить об инвестировании, да, конкретно о моей стратегии, то большую часть денег, извиняюсь, большую часть времени я могу даже в деньгах просидеть. То есть ты ищешь ключевые точки. Да, там, где у меня риск минимальный. Ну, по сути дела, по сути дела, образно, это твой грааль, ты ищешь точку входа. Как ты ее определяешь? То есть что для тебя? Не надо рассказывать секреты, ну, то есть секреты, ничего нету. Да, эти секреты, никаких нет, конечно. Ну, вот как ты находишь именно вот эти точки, которые ты считаешь критическими дальше, когда ты считаешь, что ты ошибся, и обычно твои риски со стопами? Ну, опять-таки, смотри, мы же говорили сейчас про портфельное инвестирование, да, а вот такие вещи, о которых ты сейчас говоришь, они больше подходят уже для такого трейдинга, для спекулятивной. У меня, естественно, две стратегии, я веду инвестиционную и спекулятивную. В инвестиционной стратегии, честно сказать, у меня нет стопов никаких, и никогда не будет стопов. Почему? Потому что я покупаю не цену в акции, понимаешь, а я покупаю актив. Эмитент. Я эмитент покупаю, я покупаю часть бизнеса. Но ты его покупаешь как бы с рынка, то есть ты просто вот посмотрел, например, сегодня, не имеет значения на рыночные условия, или все-таки рыночные условия играют роль для покупки? Они играют огромнейшую роль для покупки. То есть ты просто так сегодня, если тебе нравится, например, там какой-то комбинат, там Урал-Калий или еще что-то, ты просто так не пойдешь? Нет, ни в коем случае. То есть по-простому это фундаментал плюс техника? Да, можно, если так просто сказать, то да. То есть это и изучение бизнеса, то есть я а-ля какую-то компанию, я не буду, естественно, покупать, да, дабы какую-то. Естественно, это должен быть, кстати говоря, я работаю только с ликвидными бумагами, вот, а у нас в России их сейчас, тем более, не так много остается. И вот это появляется сложность в управлении. Плюс я ориентируюсь больше на дивиденды все-таки. И на акции роста, которые могут в перспективе, то есть мы готовы держать и пять лет, ты знаешь, бумагу, это нормально. Это долгосрок. Да, и мы готовы, ты знаешь, если я сейчас начинаю покупать, например, акцию, если она будет еще ниже, то есть я не буду расстраиваться, потому что, я буду, наоборот, радоваться, потому что мне дают цену еще, ну, еще более выгодную для меня цену. То есть ты считаешь, образно, как Ворон Баффет, что не имеет значения, что акция делает в моменте, здесь вопрос о том, что рано или поздно при ее хорошем бизнесе она просто стрельнет. Ну, у нас очень мало людей, которые на самом деле инвесторы, которые нас слушают, у нас в основном полуагрессивные трейдеры, манипуляторы, спекулянты. Я и здесь могу рассказать много интересного. Вот это самое интересное. Потому что купить, как бы продать, фундаментал, это одно. Вот расскажи именно о спекулятивной стратегии своей. Спекулятивная стратегия, ты знаешь, без нее, наверное, сложно было бы мне. Почему? Потому что жить-то надо все-таки, а жить нужно на деньги и на инвестиционные доходы, которые я могу получить теоретически только через год, да? Может быть, чаще-ка и бывает чаще, но так или иначе, это, как правило, раз в год получается. Поэтому выручает спекулятивная стратегия. Но и здесь, опять-таки, так как если ты живешь с этих денег, ты не должен настолько быть агрессивен, да, чтобы уйти в какой-то там безумный убыток и потом его просто несколько месяцев вытаскивать в свой счет и опять-таки не получать деньги. Поэтому здесь необходимо найти какое-то такое соотношение между риском и доходом. Мне кажется, я его нашел. Хочется, естественно, всегда больше зарабатывать, но я при этом понимаю, что это палка двух концов. И пока я остановился на том соотношении риска и дохода, например, мой счет, он в моменте, в моменте даже, я говорю, при плечах, я плечи использую. И не могу сказать, какие плечи использую, потому что я работаю только от риска. От риска. Да, то есть мне позиция, я даже не считаю, какое, честно говоря, я никогда не считаю, какое у меня плечо в моменте может быть. Почему? Потому что если я вижу, что у меня риск очень маленький, то я беру большой объем, понимаешь? Поэтому потом я ставлю стоп в паритет, и тогда у меня вообще риска никакого нет. Тогда я могу еще увеличивать больше паритет. То есть у меня теоретически может плечо доходить и до 10, и до 5, от 5 до 10, но, как правило, не больше, да. Не больше. Так вот, и что касается спекулятивной стратегии, то здесь, конечно, я очень много потратил времени на поиски Грааля, да, как все это делают. И я сейчас уверен, наверное, как ты правильно сказал, что большая часть людей именно интересует такая агрессивная. Почему? Потому что небольшие счета, относительно небольшие, вот, их получается, кстати говоря, небольшие счета – это плюс для таких спекулятивных, да, стратегий. Потому что ты маленький, ты юркий, ты всегда можешь открыться, перезакрыться. То есть сделать такие быстрые ротации, тебя на рынке никто не увидит. Когда ты с большим, да, партелем, тут, понятно, ты не можешь как-то быстро, допустим, в один день продать бумагу. Вот, и, соответственно, по агрессивной стратегии я бы здесь посоветовал бы исходить только от риска. То есть знать свой риск, свою максимальную потерю за день, за сделку, за день, количество, соответственно, убытков, да, стопов подряд, сколько у вас могло бы случиться или было уже на истории. Ну, видишь, все вот эти вещи, о которых мы сейчас говорим, они подразумевают, что у тебя есть система, потому что, по крайней мере, алгоритм. Здесь, кстати говоря, очень важно, знаешь, я разделяю алгоритм, система, потому что это совершенно для меня разные вещи. Алгоритм – это его не так, в принципе, сложно разработать, да, и люди, когда приходят на рынок, они все равно приходят к этому и начинают делать алгоритм для себя. То есть алгоритм – некий правил, да? А система, ты знаешь, для меня это нечто большее, и алгоритм – это просто часть системы твоей, потому что управление риском – это тоже в систему входит. Управление капиталом – тоже в систему входит. И получается у нас, что система, как таковая, это, в общем-то, сам человек. То есть это, когда говорят, у тебя есть система, ну, ну, как, да, у меня есть система, потому что я сам эта система, да, я вот хожу на ногах, я система. Но у тебя же, например, если взять, если взять точку входа твою, то ее можно прописать, так ведь? Конечно, можно, да. То есть она у тебя формализованная для себя? Конечно, да, естественно. То есть это и есть система? Конечно, я… То есть ты не заходишь в рендол и просто нашел какую-то точку? Нет, нет, ни в коем случае, да. Мы об этом говорим? Да, есть конкретные точки, но это все относится, опять-таки же, к алгоритму. То есть есть правил для входа, правил для выхода, правил удержания позиций, правил для сокращения, добавления позиций, да, вот это сейчас мы начинаем уже в деталях это все описывать. Вот, я просто хотел, почему я вот так начал склоняться к каким-то человеческим вещам, потому что, когда меня спрашивают, есть ли грааль, и там начинают искать, и поверь мне, я сам его искал, я думал, что оно есть, вот, но сейчас я вам скажу, грааль действительно есть, вот, но не тот грааль, который вы ищете. Это как, знаешь, в алхимии, да, то есть пытаться всегда из свинца сделать золото. Вот сейчас как раз следующие 12 минут, я хочу, чтобы ты рассказал о своем граале. А, хорошо. Дорогие друзья, у нас, как вы видите, очень интересный гость, душевный, рассказывает все как есть, открыто, 6, 5, 10, 9, 9 и 6, пишите нам, задавайте вопросы, понедельник 13 у нас, это охота на Герчика. Не стесняйтесь, а сейчас будет короткий перерыв на новости. Дорогие друзья, добро пожаловать к нам в эфир, понедельник, 13 число, Федор Тучучков, наш трейдер, 6, 5, 10, 9, 9 и 6, звоните, задавайте вопросы, Федя еще раз здравствуй. Здравствуйте еще раз. Расскажи, ты не можешь сказать о граале, да. Все хотят знать граале. Я себе представляю, знаешь, когда ты говоришь это слово, сейчас все машины остановились, которые едут по Садовому кольцу. Выключили радио. Не, включили радио, выключили моторы, включили кондиционер и начинает ушком к колоночке приближаться. Грааль от Федора Тучучкова. Тогда слушайте. И запоминайте. Вот я как начал говорить, часто, когда вот с людьми встречаешься, они узнают, что чем ты занимаешься или люди, кто уже как-то почувствовался в этом деле. Первый почему-то вопрос всегда, вот как заработать и расскажите, может быть, какой-то там грааль, какой-то секрет, как вы это сделали. Я на самом деле, секреты, ну как они, они, может быть, и есть эти секреты в переносном смысле. Есть и, наверное, граали есть, да. Но здесь надо, вот ты знаешь, как вот я говорил, я очень много лет потратил на то, чтобы искать этот грааль. Я тебе могу сказать, что я его нашел, этот грааль. Вот реально я его нашел, этот грааль. Я полностью изменил отношение к трейдингу, абсолютно полностью. Если, то бишь, раньше я действительно верил в некий какой-то, что я найду алгоритм, да, где у меня будет, естественно, все просчитано, риски, все. Я буду просто тупо ему следовать, то будет все здорово. Но вот ты знаешь, ключевое слово, здесь тупо следовать, вот никак не получается. Вот, ну, по крайней мере, у меня не получается. Ну, это просто эмоции человеческие. Так, а потому что, ты знаешь, эмоции, я понимаю, что есть люди эмоциональные, есть менее эмоциональные. Но вот я не знаю людей, которые вообще без чувств живут, понимаешь? Поэтому я делаю вывод, что человек в любом случае наделен некими эмоциями. Пускай они будут на какой-то очень в таком количестве, да, которые, что нам со стороны кажется, что это человек робот, да. Но поверь мне, все равно у человека есть страхи, есть жадность. Она просто другого уровня. И вот эти все вещи, они проявляются в трейдинге. Ты лучше меня знаешь это, что как раз-таки трейдинг показывает изнутри все эти вещи, которые есть, штуки, которые есть у человека. А они есть у каждого, как я говорю. Так вот, поэтому я начал много работать с психологией, со своей психологией, с психологией толпы. И ты знаешь, вот здесь как раз-таки начал продвигаться, и причем очень здорово продвигаться. Вот такого Граля, конечно, я не скажу, да, сейчас, что, друзья, делайте вот так, например, утром вставайте, делайте вот так, а вечером вот так поступайте. И в жизни ждет вас успех. Вот, к сожалению, нет, потому что даже я бы мог, ну, то есть я бы хотел бы самому лучшему своему другу это сказать. Но я не могу, потому что эти вещи, они не могут быть выражены словами. К ним надо прийти, понимаешь? Просто взять и прийти. Ну, какие-то вещи, естественно, я бы хотел сейчас сказать. Ну, например, вот смотрите, трейдинг – это как спорт. То есть такой же спорт. Есть любительский спорт, есть профессиональный спорт. Если вы занимаетесь любительским спортом, да, вы понимаете, что вы можете засидеть неких успехов. Но если вы идете в профессиональный такой, то там будет очень тяжело. Вы можете там очень хорошо заработать, а можете ничего не заработать. Вам будет действительно там очень тяжело, и туда берут только самых-самых сильных. И подготовленных. И, кстати, почему я сделал такую параллель со спортом? Насколько, Саш, я знаю, ты достаточно тесно связан со спортом. Был. Был. И, ну, в любом случае, знаешь, бывших спортсменов не бывает. Поэтому любой тренер тебе скажет, да, что выигрывает все соревнования. Но ты же сам легкоатлет. Да, я сам легкоатлет, я занимался достаточно, ну, я был профессионально занимался. Я, конечно, не был в сборной, да, России, но в областных соревнованиях своих я участвовал. Вот, мне это нравилось. Это мне много дало в плане понимания. Может быть, сейчас как раз-таки я делаю выводы, как раз-таки из моей вот этой юноши. Почему тогда получилось? Ну, как получилось? Я имею в виду, ты делаешь выводы, почему тогда был результат. Так вот, смотри, любой тренер, да, тебе скажет, что выигрывает не тот спортсмен, который больше тренировался или который, там, физически лучше подготовленный. Конечно, эти вещи, они, безусловно, важны. Но не самые важные. Тут вообще нет самой важной вещи. Тут есть только комплекс, да, как-то и система. Вот система, имеется в виду комплекс вот этих ресурсов, ресурсов, у которых есть у каждого человека. И когда они правильно вместе совмещаются, то они что-то дают. Да, вот туда получается такой некий синергетический эффект. Вот об этом сейчас я и говорю, что многие люди просто начинают искать то, что на поверхности. Ну, и это понятно, потому что это действительно на поверхности, они это видят, вот эти алгоритмы, как поставить стоп, как его посчитать. Это, в принципе, все понятно. Но когда людям говоришь, а вот теперь давайте-ка покопаемся в своей голове, да, и начнем там менять себя. Все вроде готовы, но это не получается. Почему? Потому что... Ну, скажи, сколько раз ты начинал с понедельника, например, бегать по утрам, да? Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. То есть мы всегда себя начинаем говорить, и потом... Завтра, после завтра, 2014 год. Вот, понимаешь, то есть мы опять-таки идем к дисциплине. А дисциплина, это опять-таки вот этот внутренний человеческий ресурс, да, у каждого он свой. У кому-то, вот, кстати, военные, да, тоже почему-то они... Ну, не то чтобы успешнее, у них... Не всегда, не всегда более дисциплины. У них лучше получается, что ли, вот это какая-то у них есть дисциплина, они могут правила соблюдать. У них в крови подчинение. Да. Вот, да. Так вот, и... Вот спорт действительно, он и мне помог, и я уверен, другим поможет. И ты знаешь, он мне и сейчас помогает в спорт. Почему? Потому что в моей жизни, помимо... Ну, есть такие отдушины, да, где я действительно становлюсь счастливым человеком. Конечно, я счастливый человек, что я занимаюсь своим любимым делом. Но я более счастливый, когда я не только одним своим делом занимаюсь, а когда я посвящаю время своей семье, да, детям своим, и хобби. А хобби — это у меня спорт. То есть я катаюсь на сноуборде, я катаюсь вот сейчас летом на роликах. Так, кстати, если кто-то хочет увидеть, пожалуйста, в парке Горького Федя Самый Цветной катается в парке Горького на роликах. Да. Ты знаешь, со вчерашнего дня я сменил место, и теперь я катаюсь на Лужневской набережной. Что напротив. Там просто восхитительное место. Я только вчера открыл для себя это место. Всех приглашаю, это просто чудесное место в городе. Команда трейдеров катается на роликах. Да, да. Вот. И вот эти вещи, они обязательно должны быть у каждого человека. То есть если трейдер, любой специалист в любой профессии, зашорен только на своей работе, то я вот не верю в таких людей. И рано или поздно они срываются, и может быть они смогут в каком-то моменте достичь успеха. Давай перейдем к практическим советам. Мы возьмем три группы трейдеров. Окей. И по каждой группе трейдеров, так как ты, в принципе, довольно давно этим занимаешься, и ты, по сути дела, прошел все составляющие, давай по каждой группе трейдеров мы дадим совет, а четвертую, там, 12 минутку мы посвятим техническому анализу. Хотя там обычно много не о чем говорить, но все равно. Значит, первая группа людей, вот мы к ней с тобой и придем, это только новички. Люди, которые только думают приходить на рынок. Совет от Федора Чичкова. Как начинать? Дорогие друзья, у нас прямой эфир 6 5 10 9 9 6. Звоните, задавайте вопросы или на финам.фм. Федя, вот твой совет. Совет приходить ли вообще? Ну, допустим, человек сам решил, ты знаешь, люди, в принципе, так устроены, они не слушают нищих советов, но может сейчас кто-то послушает, вот, в принципе, ты человек, ты рассказал, что ты потерял 70% денег, которые ты копил 4 года, тебя можно послушать, потому что ты прошел это сам. Ты не пришел на рынок, знаешь, и там расставил пальцы веером, заработал бабло, и все остальное, и у тебя не было неудачных моментов. Человек, который прошел неудачный момент, и он как никто другой может рассказать другим историю своего успеха. Потому что сейчас нормально, ты живешь только с трейдингов, у тебя там новый автомобиль, у тебя своя квартира, семья, двое детей, у тебя все нормально. Да, может там не миллионы долларов, может как ты хотел, пока, но во всяком случае ты медленно идешь. Да, да. Поэтому совет для совсем начинающих, которые решили приходить все-таки в трейдинг. С чего вот начинать? От А до Я. Друзья, если вы все-таки приняли уже четкое решение, что вы идете в трейдинг, я вам все-таки еще раз советую, подумайте. Над чем? Подумайте, нужна ли вам эта профессия. Почему? Потому что все мы, я имею в виду, и я точно так же, приходя в эту профессию, осваивая эту профессию, я имел неправильное представление об этой профессии. Наверное, к счастью, да, потому что... Что неправильного ты имел? Я думал, что то, что получается у тебя в реальном секторе, в реальном бизнесе, ты в принципе можешь так же сделать в трейдинге. И ты знаешь, а трейдинг это виртуальный бизнес, я так их разделяю. Так вот, в виртуальном бизнесе он, конечно, похож на обычный классический бизнес, те же правила, но есть и не в лучшую сторону, есть некие различия. Вот, какие-то различия, ну, опять-таки, чрезмерная эмоциональность. В любом бизнесе, конечно, когда ты ведешь переговоры, это очень важно, да, как себя вести, чтобы, как говорится, отжать своего контрагента. Но здесь, понимаешь, ты стоишь, ты не видишь, во-первых, своего контрагента. На той стороне целый рынок. А что такое рынок? Это даже не целая страна. А, это, да, это огромная людей, толпа, у которых непонятно, у каждого свое в голове, там, своя эмоция, там, и так далее. И ты никогда не сможешь их предсказать, понимаешь? Поэтому вот совет, да, и конкретный совет. Что делать со всем новичкам, которые приходят на рынок? В какую сторону копать? С чего начинать? Начинать с небольшого счета. Прежде всего, никогда не ставьте большие деньги. Я понимаю, что люди приходят с разным достатком, да, имеется в виду. И у каждого свое относительное состояние, но, ну, все-таки это должна быть какая-то минимальная сумма, при которой можно открывать сделки, да, то есть она есть и там. Например, там один контракт по Сберу, к примеру, или один контракт на РТС. Ну, давай, да, давай, кстати, да. Вот возьмем, ну, 10 тысяч рублей там, да, я не знаю, ну, для брокера, не каждый брокер откроется такой суммы, да. Ну, какой-то, давайте скажем, пускай это будет минимальная сумма, которую требует брокер. Ее вполне хватит для торговли любым контрактом фьючерсным. Так вот, далее. Начинайте работать, во-первых, на фьючерсном рынке, если вы в спекуляцию, да, идете. Не работайте пока с фьючерсом РТС, ни в коем случае с него не начинайте. Вы должны к нему прийти. Потому что это самый, на российском рынке, это самый сложный будет инструмент. Не в плане сложной, что его сложно понять, а в плане сложной, что его невозможно просто понять. Что настолько разные факторы на него влияют, что начинайте лучше с акций, с фьючерсов на акции. Почему? Потому что там движения и более плавные, и более трендовые. Так как там все-таки это эмитент. И там идет ставка не только на какой-то сентимент по рынку и на курс рубля. А курс рубля тоже там может зависеть от дюжины факторов. Вот поэтому, да, второй совет, начинайте все-таки с фьючерсов на акции. Третий совет, только с риском. То есть сразу же приучайте себя ставить риск. То есть алгоритм изначально, первичный алгоритм? Ну, по крайней мере, чтобы это были правила. Я сомневаюсь, что люди алгоритмы, я имею в виду какую-то торговую, да, торговый алгоритм уже разработают, что они будут заходить на этом уровне, да, если, допустим, пробивает там, или там стичка так-то закрывается и так далее. Ну, какую-то комбинацию я имею в виду. Что, по крайней мере, если вы этого пока не понимаете, начинайте, в любом случае, начинается интуитивно торговать. Это однозначно так. Через интуицию все проходят, а потом начинают уже приходить к правилам. Поэтому приучайте себя к правилам. И в жизни приучайте, то есть вы не думайте, что вы встали, если отошли от клавиатуры, что теперь вы другой человек. Вот в этом-то вся и проблема, что какой вы в жизни, такой же вы и за торговый терминал. То есть ты считаешь, что себя побороть невозможно? Если ты в жизни импульсивный, машешь руками. А зачем бороть? Ну, потому что может обуздать, например, такую силу не очень хорошо. Кстати, если человек очень эмоциональный в жизни, да, и реально ему сложно себя сдерживать, то ему, наверное, будет очень сложно. Возможно, он достигнет чего-то на рынке, но ему будет нереально сложно просто на рынке. Дорогие друзья, а у нас в гостях Федор Чичков, 6, 5, 10, 9, 9, и 6. У нас прямой эфир. Это Охота на Герчика. Звоните, задавайте вопросы, пишите. После короткого новостного перерыва мы продолжим. Добро пожаловать к нам в эфир еще раз. У нас Федор Чичков. Душевный гость. И разговариваем мы как раз именно о трейдинге, о том, как не потерять. Федь, здравствуй еще раз. Добрый день еще раз. Ты начал о книжке спрашивать, в Антарк. Я просто начал думать, знаешь, какие я еще буду давать советы начинающим. Поэтому часто спрашивают, какие книги. Так вот, Саша уже сказал, что я бы рекомендовал обязательно прочтению. Такая практичная книга. Это Супертрейдер в Антарк. Тогда мы перейдем к другой группе людей. Другая группа людей. Это люди такие, как ты в прошлом, которые вначале начали, немножко получилось. Потом потеряли деньги, и вот они сели, как ты. Ты там на шесть месяцев затих, вот они на шесть месяцев не знают, что делать, пока ты не знаешь, что делать. А советы для людей, которые потеряли деньги и думают возвращаться назад, не возвращаться. Что с собой сделать? Слушай, ты так говоришь, как будто это какое-то заболевание. Нет, я хочу, чтобы это заболевание на самом деле. И потому что обычно приходят и второй раз, и третий раз сливают деньги, и четвертый. Ты же, в принципе, тебе шесть месяцев помогло. Ну да. То есть нужно же брать перед их, после того, как ты потерял, или нет, нужно пополнять депозит и бежать дальше еще раз. Ну тогда это будет просто казино. Вот мы к этому говорим. Поэтому я хочу, чтобы ты дал совет для тех людей, которые первый раз потеряли, то есть там, ну быстренько, там свеженькие, положили там 50 тысяч рублей на депозит, 40 тысяч рублей. Потеряли его, и вот сидят они дома, смотрят на свой обнуленный депозит и думают, какой будет следующий шаг. Ну окей. Я, да, то есть когда человек теряет, там первый, второй раз, неважно, он делает паузу в любом случае на два, там три дня, чтобы немного остыть эмоционально. И он в эти дни, в чем здесь засада, он в эти дни почему-то его осеняет, что, а, так вот, я надо было это делать-то мне вот так. И он думает, ну все, сейчас я заново положу новый депозит и уже буду делать вот так вот. И меня в жизни ждет успех. И вот, и опять у них вот это все по кругу идет. Почему? Потому что они, как правило, и я тоже проходил через эти круги. Нужно разорвать это кольцо пониманием того, где действительно нужно прорваться. Вот, то есть это не вариант, что постоянно приносить деньги. И нужно обязательно, если вы потеряли деньги, там, пускай, дай бог, не все, да, какую-то значимую часть, возьмите паузу, поверьте мне, не на несколько дней, а на несколько месяцев. Почему? И независимо от депозита. Почему? Потому что, во-первых, раз вы потеряли деньги, значит, вы однозначно что-то делали неправильно, да, и это не была случайность. То есть пауза нужна для того, чтобы человек, если у него с мозгами все хорошо, сел и подумал, что произошло. Ты знаешь, нужно переосмыслить, а чтобы переосмыслить человеку, нормальному, да, человеку, нужно время. То есть мысли должны перестроиться, и они должны конкретно перестроиться. То есть если вы через два дня поняли, что, а, вот если бы я делал так, то было бы вот так, поверьте мне, это вы не перестроились, вы просто перебираете разные варианты. И вы будете, сделайте себе еще два-три месяца, потому что, поверьте мне, вы будете каждые два дня еще другие новые варианты перебирать. Вот я говорю, поэтому лучше займитесь эти два-три месяца собой, то есть своей внутренней составляющей. Займитесь спортом, бросьте курить. Вот если вы курите, то вот я могу точно сказать, вот первое самое, самое эффективное будет для вас школа, урок, там, не знаю, тренировка, да, как говорится, по работе с собой, это бросить курить. И реально не курить, просто вот если вы это сможете, тогда уже начинайте подумывать, может быть, вам действительно есть резон вернуться в трейдинг. Если вы не можете бросить курить, почему? Потому что вы не можете перебороть себя, понимаете, вы начинаете закуривать, когда вам тяжело, там, когда сделки не идут, когда стопы собираете, вам кажется, что вы курите, и вы как-то отвлекаетесь, и легче становится. Ну, все это тоже, это все чушь, я тоже это все проходил. Это все не работает, это только кратковременно тебя как-то успокаивает и отвлекает, но это не изменяет твоего подхода на рынок, а тем более к тебе, к самому себе. Вот, поэтому мой Грааль, если, да, говорить, все-таки у нас такой получается красной нитью, да, идет эта тема Грааля, ну, или слово такое просто красивое. Вот этот Грааль, это понимание себя, себя, друзья, надо понять себя, понимаете, поэтому, если вернуться к первой группе нашей, да, к новичкам, вот, насколько вы, тут не надо быть, поверьте, не надо быть психологом каким-то там, не надо там много читать про психологию, нужно быть, просто понимать себя, неплохо понимать себя. С годами, кстати, это приходит большинству людей, вот, поэтому... Главное, чтобы поздно не было. Главное, чтобы, да, да. Вот, поэтому в молодом возрасте надо начинать, конечно, тренировать, только не надо как-то это фанатично делать, вот, ходить на курсы, семинары, дабы у нас есть хорошие семинары. Вот, а по второй группе, что мы, по второй группе, те, кто уже получил шлепок, да. Перерыв. Да, и взял перерыв. Кстати, знаете, вот, есть такое выражение, трейдинг, это не спринт, понимаете, это бокс, я бы сказал, он больше похож на бокс, понимаете. Здесь, то есть, это не так, что ты взял там, пробежал эту метровочку и, ну, марафон, хорошо, да, пускай это будет марафон, просто в марафоне тебе, знаешь, это вот не дают, ты, вот, так вот хорошенько. У нас есть звонок, Борис, добрый день, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Борис. Добрый день. Алло, слышите? Да, 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 Борис, добрый. Звоню первый раз, немножко волнуюсь, поэтому... Ну, Боря, ну, это же, это же, как бы, ничего серьезного нету, поэтому не бойтесь, не стесняйтесь, задавайте. Да, нет, вот, знаете, слушаю, слушаю, и вот, мне кажется, какая-то, вот, как вы правильно говорите, вода, вода и вода, и вот, вот этот грааль, слово и слово, и работайте с собой, ну, вот, какой-то конкретный совет хотелось бы услышать, вот, с чего начать, как выстроить систему. Вы имеете в виду и для новичков? Ну, в принципе, для всех, видимо, потому что я тоже некоторое время этим занимаюсь, и вопросы у меня встают, и я как-то развиваюсь с этим делом, но вот в последнее время мой взгляд на рынок такой, что у рынка у самого существует, ну, некая, некая особенность, некое, скажем, положительное математическое ожидание, или, грубо говоря, есть причина, по которой на этом рынке можно зарабатывать деньги. И вопрос не в том, как вы там устроены, там, и как вы там себя понимаете, а вопрос в том, вот, насколько согласен ваш гость сегодняшний, что у рынка есть причина, чтобы, если ты на него пришел, то есть там некоторые правила, по которым, если ты их будешь выполнять, ты будешь зарабатывать деньги. Так это или не так? Борис, вы поняли, вы оставайтесь с нами на линии, да, не отключайтесь, то есть вы сможете поучаствовать в беседе, как раз послушайте. Все, Федя, ты вопрос понял, да? Да, конечно, абсолютно. Отвечай. Борис, спасибо, да, за вопрос. Как раз-таки мы об этом тоже говорим, что правила нужны, если вы будете следовать правилам, да, то в жизни ждет вас успех. Что бы вам не показалось, что это вода, просто каких-то, вот, я вам не могу сказать, нарисуйте здесь линию, которая проходит вот под этой средней, и там, покупать или продавать, и когда пересекает эту линию. Ну, вы поймите, вот таких правил не бывает просто. Вот, как, соответственно, практические советы, ну, на мой взгляд, я их даю, давайте повторю еще какие-то самые важные. Во-первых, вы сказали, работайте над собой, ну, а что плохого такого, чтобы работать над собой? Потом вы говорите о рациональности. Нет, Борис, Борис говорит о том, именно конкретика. Конкретика, вот, человек, например, не получается, что делать конкретно, вот, например, разложить себя на молекулярном уровне, посмотреть, откуда косяки, что делать, как это делать? Нет, ну, во-первых, нужно вести свой, чтобы понять свои ошибки, да, нужно вести свой торговый журнал. Я это делаю до сих пор, правда, я делаю картинки, я описываю свои сделки. И более того, кстати говоря, хороший вам практический совет, описывайте свое эмоциональное состояние при входе в сделку, при выходе. Это очень важно, потому что вы, когда потом будете перечитывать свое, вы будете вспоминать, допустим, когда вы с большим плечом сидели, у вас был такой риск, и вы будете вспоминать, перед тем, как у вас будет, собственно, возможность взять этот риск, да, и такое большое плечо, вы будете вспоминать это эмоциональное состояние, потому что это все быстро забывается, очень быстро все забывается. Вот, то есть, видите торговый журнал, по крайней мере, вы сможете анализировать свои ошибки. Далее. Если вы потеряли, там, пускай это не будет потеря депозита, да, пускай мы говорим, там, вы, там, допустим, месяц, у вас месяц был убыточный. Возьмите паузу, значит, неделю относительно этого месяца, это нормально будет пауза. Посидите, подумайте, полистайте свой торговый журнал еще раз. Посмотрите рынок уже не торгуя, а в смысле со стороны, посмотрите на графики. А потом, вот вы, еще, Борис, я бы вам рекомендовал подумать бы над таким вопросом, а рационален ли рынок, понимаете? То есть, вот вы говорите, есть какие-то математические ожидания и так далее. Здесь, на самом деле, нет такого четкого утверждения. То есть, у нас, как всегда, на две группы мы расходимся. Есть люди, которые считают, что рынок абсолютно подвержен каким-то, да, что он рационален, подвержен каким-то правилам, закономерностям. А есть группа людей, которые считают, что это полный хаос. И здесь, вот, к сожалению, научно мы никак не сможем с вами доказать это. Борис, да, вот скажите, например, сколько лет вы на рынке? Ну, довольно давно, лет 8-10 уже. Так, а активный трейдинг сколько? Активный трейдинг, вот все 8-10 лет. Что у вас, я не думаю, что у вас не получается, потому что 8-10 лет быть на рынке, чтобы не получалось, я думаю, что ни у одного человека странно. Да, по всякому, там бывает, но это там не зависит. Я вот к чему вопрос введу, потому что, если можно, конечно. Конечно, у нас есть минута еще осталась. Ага, вот, на мой взгляд, на рынке существует причина, по которой на нем можно зарабатывать деньги. Я вот, например, людей, которые меня спрашивают, тоже говорю, я не трейдер, я не зарабатываю деньги. Я могу прийти на рынок, как к колодцу, сделать правильные действия, и он даст мне напиться. Вот и все. И вот какие, я бы хотел просто, ну, сейчас уже, конечно, мало времени, все-таки какие способы, как видит себе ваш гость вот эту причину? Потому что если это сплошной хаос, там, 50 на 50, белое-черное, ну, тогда можно сказать красное-черное. Борис, я могу сказать, при соотношении 50 на 50, это очень даже неплохое соотношение. Нет, есть какие-то, например, Федь, подкорректирую, если неправильно, есть на графиках, например, да, кто-то называет техническим анализом, кто-то еще как-то называет, там, линии какие-то. Есть определенные точки, которые просто дают меньше риска статистически. Почему, например, ну, о чем говорит мат-ожидание обыкновенное? Что если мы были в одной точке пять раз, то, скорее всего, на шестой точке мы тоже сделаем точно такое движение. То есть мы берем обыкновенное мат-ожидание, переводим его в статистическое преимущество и, в принципе, получаем точку перелома, в которой сделка становится не 50, например, процентов, а 65 на 35, и уже можно. Ну, да, но это в статистике. Там нужно сделать все сделки, как бы не пропускать и так далее, и так далее. Ну, да, это нужно так делать, и действительно, это очень тяжело. Ну, вот я бы хотел, чтобы как-то более, ну, ваши какие-то, да. Давай, Федя, вот конкретно для Бориса скажи. Да. Если это, конечно, не секрет. Да нет, а какие секреты Борио-трейдов? Да нет, секреты, здесь я вам еще раз говорю, нет такого секрета. Я согласен. Есть технический анализ, который вам позволяет контролировать ваши риски и уровень входа, уровень выход, да. Вот, я считаю, для этого только и нужен технический анализ. Причем технический анализ, нужно понимать, что им пользуется вся толпа, да, и, соответственно, все уровни традиционные, и чем, ну, поэтому они и работают, да. Ну, при этом, при этом надо понимать, может быть, вот это вам покажется секретом, я не знаю, что когда эти уровни все понимают, то для неких других игроков эти уровни как раз-таки хорошим являются... Знаю, чем они становятся. Нет, 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 хочу другое сказать. 15 секунд. Они становятся хорошей причиной для манипулирования, понимаешь? То есть возле этих уровней собирается, дорогие друзья, у нас в конце получился разгар, Борис, огромное вам спасибо. Всем привет, всем до свидания, всего доброго, слушайте нас.